Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров началось с соглашения явки. Помощник судьи Эсма Аргуния доложила, что из четырех свидетелей, которым был заявлен принудительный привод, Кристина Авецба и Эрик Хатхуа обеспечили явку. Прокуратура также ходатайствовала о вызове дополнительного свидетеля, которого ранее не было в списках. Речь идет о Джону Алхасе Астамуровиче. Это установленный владельцем автомобиля, красном автомобиле, Тундай Солярис. О нем говорит и свидетель Хмаил, о нем говорит также материал уголовного дела, что его номер также фигурирует в рамках уголовного дела. В связи с этим государственный обвинитель заявляет ходатайство о вызове через суд свидетеля Джону Алхаса Астамуровича. Суд удовлетворил ходатайство обвинения. Далее прокуратура предложила вернуться к одной из видеозаписей с камер наблюдения в новом районе, просмотренных в ходе предыдущего заседания, чтобы на экране с более высоким разрешением просмотреть момент, где по версии обвинения при пересечении лежачего полицейского у красной Hyundai Solaris приоткрылся багажник. Адвокаты выступили против, отметив, что видеозапись уже исследована, возвращаться к ней нет необходимости, и суд прислушался к аргументам защиты. Даур Амичба огласил ответ ГАИ на запрос о номерах О-700СВ, которые в день убийства были на красной Hyundai Solaris. Эти номера, согласно справке, зарегистрированы на жену подсудимого Дату Ахалая Камуашхаруа. Далее суд перешел к допросу свидетеля, исполняющего обязанности главврача республиканской больницы, а в 2019 году заместителя главврача Эрика Хатхуа. Он показал, что до убийства был знаком и с потерпевшими Шамба и Абитсба, и со всеми подсудимыми, больше других с Дату Ахалая. Свидетель также рассказал, что за некоторое время до убийства оказывал медицинскую помощь подсудимому Демуру Ахалая. Да, оказывали Демуру Ахалая. Это было за несколько месяцев до тройного убийства. Он поступал к нам в больницу поздно ночью с аллергической реакцией. Состояние было ближе к анафилактическому шоку. Мы его лечили в реанимации, затем перевели его в терапию, и он выписался на следующий день. Свидетель рассказал, что летом 2019 года, в период нахождения подсудимого Беслана Бганба в СИЗО, никакой медицинской помощи ему не оказывал, как и после убийства на набережной Махаджиров. Гособвинение усмотрело противоречие в этой части и ходатайствовало об оглашении показаний данных в ходе следствия. Вопрос. Оказывали ли кому-нибудь медицинскую помощь когда-либо Бганба Беслану Тотовичу по прозвищу Мына? Если да, то когда и конкурс. Я оказывал помощь в госпитализации Бганба Беслану по прозвищу Мына, когда его привозили из СИЗО, где он содержался к нам в больницу. Был госпитализирован в отделении сосудистой хирургии, где проводили терапию. Однако, когда это было, вспомнить затрудняюсь. Насколько я помню, это было лето 2019 года. Вопрос. Обращался ли вам кто-нибудь с просьбой оказания медицинской помощи в домашних условиях? Кому-либо в период времени с момента убийства до 10 декабря 2019 года, 22 ноября. Нет. С подобными просьбами ко мне в указанный период никто не обращался. Свидетель подтвердил свои подписи и пояснил, что лично медицинскую помощь Беслану Бганба не оказывал, только содействовал в госпитализации, поэтому по прошествии трех лет не смог вспомнить этот эпизод. Далее суд должен был перейти к допросу свидетеля Кристины Авицба, но оказалось, что она все же не явилась. Прокуратура снова просила назначить штраф за неуважение к суду. Она обещала подойти к часам 12, списывалась с адвокатом, то есть, соответственно, сотрудника милиции она ввела в заблуждение. В настоящее время она вновь перестала брать трубки и ответила на то, что она не явится. В связи с этим мы хотели бы вернуться к судебному штрафу, так как свидетель явно вводит в заблуждение сотрудника милиции и уже неоднократно не является на судебные процессы. Адвокат Марина Тания высказалась в защиту свидетеля, подчеркнув, что у нее маленький ребенок и причина неявки может быть уважительной. Суд отказал в назначении штрафа, но одобрил повторный принудительный привод свидетелей Алхаса Джопуа, Тенгиза Агарба и Кристины Авицба. Затем суд заслушал протокол прослушивания фонограммы. Речь идет о переговорах Дату Ахалая с Эриком Чкадуа и свидетелем Эриком Хатхуа по поводу оказания медицинской помощи Димуру Ахалая. Адвокат Автандил Чкадуа подчеркнул, что данные разговоры никакого отношения к убийству на набережной не имеют. Прокурор Руслан Таркба возразил, что данные разговоры подтверждают наличие связи между Димура Ахалая и Эриком Чкадуа. Здесь выполняется задача органа следствия о доказывании прочных устойчивых связей между этими, в частности, фигурантами. Там, кстати, речь идет и об Ганба Беслане, прозвищу Мына. Там тоже идет этот разговор. Мы видим, что эти фигуранты, даже исходя из этого разговора, не те люди, которые не знают друг друга, как они хотят преподнести всем участникам процесса. А те люди, которые хорошо знают друг друга и оказывают, вот цель того, что мы к этим диалогам, к пяти диалогам из этого протокола вернулись и показали. Адвокат Марина Таня и подсудимый Дату Ахалая высказали свое отношение к пояснениям гособвинителя. Мы тоже смотрели, мы тоже измечали данные дела. Я вас уверяю в том, что нет ни одного доказательства связи, не то что устойчивой связи, моих под защитой конкретно своих, говорящих, как Элька и Ганба Беслана с Ахалая Димуром. А кто же отрицает то, что они знакомы с Дату, не отрицает. И поэтому, и поэтому, ваша позиция еще часто, чтобы было сказано, что данный документ подтверждает, я с этим абсолютно не согласна. Просто зачем прокурор целенаправленно заблуждение ведет, а тут-то связок Элька и Димура. Если нет ни звонка, даже я не отрицаю, что это мой телефон будет. И что я разговариваю, я же не отрицаю, но там озвучивают Димур, Димуру плохо, я все такое озвучивал там. Мы тоже слушаем, а не смог бы вас поверить. Мы не отрицаем, что я с Эльиком знаком, что с мыной знаком. Если Димур и Элька знакомы будут, они тоже скажут, что они знакомы. Прокурор огласил протокол прослушивания телефонных разговоров от 21 октября 2019 года, которая в ходе следствия производилась в присутствии свидетеля Эрика Хадхуа, а также фоноскопическую экспертизу, подтверждающую, что голос на записи принадлежит Дату Ахалая. После этого суд заслушал сами записи на первых нескольких разговоры Дату Ахалая с Эриком Чкадуа. Алло, в городе тоже позвонили кому-нибудь, наркан, пусть на всякий пожарный стоп был уже, наркан, понял? Не открывай дверь, не открывай дверь, не открывай дверь. Давай через соседей зайди, братан, через соседей. А кто там соседей? Там джоба жжет, через соседей через балдон попадешь туда. А где он, на следующей подъезде? А, нет, нет, там же напротив. Напротив, который, да, там? Да, да. Давай, давай. А, здесь, наверху, давай, дверь. Суд также заслушал запись разговора Эрика Хатхуа с Дату Ахалая на следующий день после госпитализации Димура Ахалая. А, мой брат, как дела? Все хорошо, Гатуха. Да? Спасибо, Эрика Хатхуа. Ничего, здесь сидим, общаемся в отваре. Я понял, мы не шляп. Все хорошо, Гатуха. Эрика Хатхуа. Хатхуа. Береги себя, Гатхуа. Мана привет передает. Спасибо ему, Господи. Ты подвиг делаешь. Давай, давай, давай. Давай, давай. Прокурор огласил заключение эксперта на одного из потерпевших, Рустама Шамба, который получил множественные ранения конечностей, а также токсикологическую экспертизу сожженной Тойоты Марк-2. Пробойная, образованная на треле левой стороны кузова автомашины, была образована в результате выстрела из огнестрельного оружия калибра 9 мм. Представленная пробоина возникла в результате прямого попадания пули и была образована до термического воздействия или сожжения местоположения стрелявшего напротив левой стороны кузова автомобиля. Суд отклонил ходатайство об оглашении детализации звонков подсудимого Аслана Блабба и свидетеля Алхаса Джопуа в день убийства до допроса свидетеля в суде. Обвинение огласило ответ на запрос в нарко- и психдиспансер на подсудимого Аслана Блабба. Он не числится на учёте ни в одном из учреждений. Также суд заслушал протокол следственного эксперимента с участием красной Hyundai Solaris. Следующее заседание состоится 31 мая.